Привет-привет, с вами Лилия Домскова и сегодня будем делать очень крутой, очень зеленый мейк. Я планирую сегодня вечером выйти навстречу, поэтому мне нужен такой насыщенный эффектный макияж в зеленых тонах под это платье. Ну что, готовы? Поехали! Как всегда, сначала я сделала полный комплексный уход за лицом, который включает в себя очищение, тонизирование, уход за глазами, сыворотка, дневной крем. И сейчас мы наносим праймер по традиции. Праймер, он просто необходим. Честно, девочки, я думаю, как мы раньше без него жили. Буквально такая капля, она спасет любой макияж. Настолько более стойкий становится макияж. У кого кожа жирная, то для вас это вообще просто выход из положения, потому что кожа становится сразу такая матовая, такая красивая. А самое классное, то что шикарно ложится тональная основа. То есть она более такая гладко так растекается по коже, лежит ровненько, тоненько. Итак, первый этап мы сделаем. Берем тональную основу, вы выбираете ту, которая подходит под вашу кожу. Две капельки тональной основы, кисть, моя любимая такая плотная, упругая. Я набиваю в нее немножечко тона и прохожусь по всей коже ровненьким слоем. Если макияж вечерний, то можно делать сразу коррекцию. Но я сегодня не буду делать такую сильную коррекцию лица. Но тон можно нести два слоя для того, чтобы он выглядел более таким ровным и плотным. Чтобы вообще не было никаких неровностей. Кстати, обратите внимание, у меня два пятнышка появились от солнышка, скорее всего. И я сейчас активно пользуюсь сывороткой от пигментации. И мне прям кажется, что с каждым днем они становятся еще светлее и светлее. То есть практически исчезают. Я так довольна результатом, что они прям были такие темные. Ну, кто вот следит за моими макияжами, вы могли это заметить. А кто не следит, тот нет. То есть обратите внимание, потом посмотрим, как быстро сыворотка подействует. Это очень важно. Я люблю, когда кожа ровненькая, идеальная. Когда наносите тон, помните, что у нас тон лежит не просто вот на лице, а мы прорабатываем скулы, делаем такие смахи. То есть мы вертим лицо к зеркалу так, чтобы прям видеть, видеть, где мы работаем. И проходим все-все-все места. Особенно если вы ходите без челки, то вам просто необходимо проработать эти все переходы. Когда кожа уходит в волосы, особенно когда есть загар, то кожа в волосяном покрове, она светлее. И нужно обязательно вот так вот кисточкой проработать, чтобы у нас туда ушел тон. Обязательно вокруг ушка. Вот. Тон у нас лег хорошо. Я думаю, достаточно одного слоя. Следующий этап – это пудра. Беру пушистую кисть. Пудра The One. Рассыпчатую. Очень люблю эту пудру, потому что она шикарная. Наношу пудрой побольше, не экономлю. Кстати, ее там очень много, хватает так надолго. Просто супер. Набрала пудру, вот так постучала, да, вот так постучала, чтобы пудра была не пятнами, а разошлась по всей кисти. И аккуратненько прохожу всю кожу. Набираю еще. Постучала. И аккуратненько все прохожу. Эти пятнышки тоже можно еще корректором немножко убрать. Сейчас покажу с вами новой палеткой. Купила такой наборчик из серии The One. Корректирующие средства. У меня самый светлый оттенок. Первые два это корректирующие средства. Третий это пудра. Пудра, чтобы сразу припудрить. Для того, чтобы работать с корректором, нужна плоская кисть. Такая жесткая, упругая плоская кисть. Набираю немножечко корректора. Вот пятна коричневые хорошо перекрывает желтый цвет. Немножечко корректора. Надо было только единственное, перед пудрой это сделать. Ну, я заболталась, забыла, ничего страшного. Все это легко, поправимо. И для того, чтобы мне хорошо видеть, беру зеркальце поменьше и поближе к себе. Чтобы и вам было видно, и мне. Вот таким образом запечатываем. Это пятнышко такое ненужное нам. Так, где еще пятнышки? Проходимся. Тут у меня шрам. С детства, наверное, с двух лет у меня тут шрам упала. И повредила себе кожу. Ничего страшного. Так. И еще, теперь я беру другой оттенок. Да, чтобы перекрыть синий-синеву, я беру розовый оттенок. И аккуратненько прохожусь по венке, которая дает тень под глаза. Она прячется у меня вот здесь во внутреннем уголочке глаза, между переносицей и как раз уголком глаза. И сразу эффект такой красивых, да, как будто бы прям я выспалась, такая отдохнувшая. Глазки сияют. И с этой стороны делаем то же самое. Секундочку, мазики. Что-то, да? Аккуратненько. Растушевываем такими прихлопывающими, растягивающими движениями. То есть мы не мажем вот так мазками, а аккуратненько пришлепываем корректор. При необходимости добавляем чуть-чуть. Так. Замечательно. Вот. Я очень довольна. И сейчас, чтобы вот не выделялись вот эти вот пятнышки, я еще беру пудру. И немножечко пудрой это все стушевую. Ну, а теперь румяна. Да, румян какую-нибудь плоскую кисть берем. Мне сюда нужны румяна теплого оттенка. Я буду использовать румяны прессованные серии Giordani Gold. Набираю на скошенную. Она, видите, кисть, она не пушистая, она немножечко как бы приплеснутая и слегка скошенная. То есть это как раз пудра для, ой, кисть для румян. Заговариваюсь. Такими легкими движениями немножечко румяшек добавляю. Беру еще. И чтобы румяны легли хорошо, обязательно сначала положите пудру. Иначе они могут на тон лечь просто такими неровными штрихами или пятнами, что будет крайне-крайне неприятно. Румяны должны быть одинаковые, поэтому всегда сравнивайте обе стороны. И вот эту вот капельку мы как будто бы вот так закручиваем. Ну, чтобы это было не просто пятно и ушло, а так раз положили, закрутили. Как будто вот эту вот штучку. Вот такие румяшки. А что мы делаем с остатками румянов? Немножечко на носик, на линию у нас овала. И немножечко на лоб. Хоть у меня лоб и закрыт челкой, но все равно делаем все красиво. Так. Чтобы была завершенность, очень важно. Тут мочка уха. Тоже мы сюда румяну кидаем. И все. То есть лицо стало свежее, чистенькое, да, и готова дальше продолжать делать мейк. Что следующим этапом идет? Я делаю всегда брови. Ну, не всегда, но стараюсь брови. Работаю я специальным таким корректором. У меня даже в коробочке хранится. Я его берегу, чтобы не разбить. Мне часто отламывают крышечку от него почему-то, кто берет руки, крюки. Я обожаю эти средства. Первые два это тени, светлый и более темный оттенок, а внизу воск. И у этого средства есть потайной такой кармашек, ящичек выдвижной, где прячутся две кисточки. Я ими пользуюсь только в дороге. Или, если я забываю, специальную кисть для бровей, которая с удобной длинной ручкой. Скошенная, плоская, такая упругая кисточка, которой шикарно, просто вот шикарно можно прокрасить все бровки. И еще я буду использовать сегодня тушь для бровей. Такая тушь. И сначала я тушью пройдусь, прокрашу все незаметные бровиночки, которые прячутся. Бывают, да, брови какие-то потемнее, какие-то посветлее. И вот я аккуратненькими такими движениями сначала прокрашу, а потом то, что нужно, проработаю. Так, беру зеркало, а то мне вдали плохо видно. Потому что для того, чтобы накраситься, нужно хорошо-хорошо видеть себя, в первую очередь. То есть, вот чем хороша эта тушь, я ее совершенно недавно стала использовать, тем, что именно она захватывает в плен, так скажем, те волосочки, которые совсем бледненькие, которые светленькие. И за счет этого брови визуально становятся густыми. Вот сравните. Две брови. Одну я прошлась два раза тушью, вторую еще не трогала. Смотрите, какой эффект. Раз, два. В принципе, можно даже уже, если это дневной макияж легкий такой, то, в принципе, можно оставить вот эту бровь, дальше ее не трогать. То есть, она уже прокрашенная, она зафиксированная, вся уложенная, потому что тушь, она сразу еще и укладывает брови. И я работаю со вторым глазиком, ой, со второй бровью. То, что я иногда заговариваю, все это нормально. Ничего страшного. Если что, вы меня поправите. Я очень люблю ваши комментарии, где вы подмечаете за мной какие-то, там, бывают у меня косяки. И второй слой. То есть, мы сразу проходим. Ой, ну как мне нравится. Брови прям на глазах преображаются. Девочки, я хочу сказать, самое главное в макияже – это брови. Вот, посмотрите, выровняли тон лица, сделали брови, глаза сразу выделили, стали яркие. Даже несмотря на то, что они совершенно без косметики, они сразу стали ярче и интереснее. А вот сейчас мы еще добавим немножечко коррекции бровям. Я беру сначала самый светлый оттенок из корректора. И чуть-чуть прохожусь в начале роста брови, чтобы не было слишком такого затемнения. О, как хорошо, солнышко как раз вышло. Можно сначала корректором пройтись, потом прокрасить брови. То есть, здесь как вам удобнее, попробуйте и так, и так. Потому что я иногда забываю сначала накрашу сухими, потом делаю так, потом наоборот. Ничего страшного, эффект все равно будет обалденный. Если вы заметили, я уже беру более темный оттенок теней. И уже формирую бровь. Такими отрывистыми движениями прохожусь по всей брови. И чуть-чуть. Вот все брови была более такая лохматая. Они хоть у меня и густые, но в свое время я их слишком активно корректировала. Была мода на тонкие брови. И у меня они перестали быть широкими. А раньше были такие широкие, прикольные брови. Вот бы их вернуть. Но уже, к сожалению, не получается. Первая бровь готова. Я беру за вторую. И на брови никогда не щадите времени. Не жалейте. Потому что они сразу бросаются в глаза. Чтобы бровь у вас была всегда супер. Правильно держите кисточку. Иногда, смотрю, кисточку наоборот держит. То есть мы вот этим длинным скосом мы держим вот так. Начало роста брови. И двигаемся сюда по линии роста. Так, я вам не загораживаю зеркальцем. Ой, ну красота же! Страшная сила. И сейчас я просто возьму расчесочку. И еще раз прочешу уже сухой расчесочкой. Уложу их. Ой, они такие густые. Такие классные. Супер. Отлично. Все. Теперь мы беремся за глазки. Я вам покажу сейчас такой классный макияж. Эту технику используют, когда делают смойки айс. То есть очень хорошая идет тушевка. Я беру сначала базу. База обычная. Наши матовые стойкие тени The Van. Код всех продуктов будет в описании под видео. Прямо смотрите смело. То, что нравится, там будут правильные коды указаны. И аккуратненько наношу от начала роста ресничек. Прокрашиваю только вот это вот подвижное веко. То, что у нас прячется. Высоко залазить не нужно. И так как макияж достаточно будет вечерний. Заметьте, я увожу вот этот вот внешний угол дальше, чем обычно. Да, потому что макияж будет вечерний. Ну, тут же можно сразу сделать и второй глаз. Если вы медленно работаете, то лучше поочередно. Потому что очень быстро тени сохнут. Но я постараюсь сейчас быстренько сделать все. Так, тут у нас там шуршит. Ходит. Так, вывела. Тут не обязательно прям очень-очень большая четкость. А вот теперь самое интересное. Я беру свою палетку, любимую Very Me. Да, мне кажется, она сейчас тоже есть в продаже. Очень прикольная палеточка. Беру свою любимую кисть. Как вы помните, это плоская вот эта вот кисточка двухсторонняя. Я в основном пользуюсь только этой стороной плоской. И аккуратненько, то есть глядя прямо перед собой, прорисовываю. Вот сюда далеко-далеко-далеко много-много теней. И если заметите, я их прям припечатываю. Обязательно прокрашиваю сразу тенями стрелку. Пардон, возьму зеркало, потому что плохо видно вдали. А то сейчас я накрашу. И вот это пузико я оставляю беленьким. Смотрите, тут очень важно, чтобы глаза были такие в разлет, такие дерзкие, выразительные и огромные. Оставляю много-много белого пространства. Тут можно будет дорисовать потом стрелочку карандашом, например. Далее, смотрите, сюда мы кладем, вот где у нас складочка идет, выпирающая. То есть вы смотрите, как она у вас расположена. То есть если нужно, лучше при, если возможно, лучше делайте при открытом, прямом взгляде. Это будет более эффективно. Накидали теней, уводим вот сюда даже. И вот затем нам нужна такая кисть прикольная, широкая. Я возьму ее. Вот хорошая кисточка, упругая, широкая и пушистая. И этой кистью мы начинаем делать тушевку. И вот так вот мягко, нежно мы начинаем втирать тени. В тени, в основу. То есть видите, я убираю четкие грани. И получается, как бы у нас тени есть, а вроде бы они как-то легко так. Нету резких границ, нету жесткости такой. Очень прикольно смотрится. Так. Сейчас подведу сразу второй глаз, пока не высохла. И проработаем нижнюю часть. Что мы делаем? То же самое. Стрелочку проложили. Подняли. Не забываем про то, что много-много белого пространства остается. То есть мы тени выкладываем сразу много и подальше. То есть чтобы они вот сюда у нас уходили и глаз раздвигали. Получается, да, глаз раздвигается. Особенно у кого глаза близко посажены, то для вас это прям вот идеальный вариант макияжа, чтобы он был крутой. Берем пушистую кисть и делаем то же самое. То есть я ей просто тушую то, что мы сделали. Очень такими легкими движениями, не растягивающими кожу. Кожу тянуть не надо. Она и так у нас подвержена стрессом постоянно. И сейчас, чтобы макияж был прям таким зеленым-зеленым. Ищу. Где-то у меня есть карандаш зелененький. Хм. Хелп ми. Да, он делся. Да, бывает такое, что иногда что-то хочешь найти, а этого нет. Ладно. Что я делаю в таких ситуациях, когда, ну, бывает... А, вот он. Все, все, нашла, нашла. Я просто его приготовила. Это тоже карандаш. Мне безумно нравятся карандаши, выкручивающиеся из серии Zewan. Они самые крутые. Они и для губ, и для глаз. Они просто лучшие карандаши, которые я в своей жизни пробовала. И смотрите, мы берем... То есть я беру, вы тоже, если делаете такой макияж. И прокрашиваем нижнюю часть широко достаточно. Обязательно широко. Практически до конца. Ну, чуть-чуть вот эту линию мы уже делаем тоньше, чем вот в середине глаза. Прокрашиваем. Тут же берем эту же плоскую кисть, которой мы прорисовывали уголочки. Набираем эти же зеленые тени и прорабатываем карандаш. То есть как мы его делаем? Вот так вот прям в карандаш, 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 карандаш. Мы делаем втирку такую. Вам надо не переборщить. Отлично. Когда у нас ресницы появятся, все завершится, будет очень красиво. И, кстати, сверху я тоже хочу завершить стрелочку, которую я начала тенями. Карандаш, в общем-то, хорошо гармонирует с этими тенями. И чуть-чуть я прорисовываю до уголка, чтобы не было вот этого брошенности. И сразу с этой стороны делаю. Ой, что-то у меня упало. Карандаш чуть-чуть выдвигаем. Карандаш бесподобен. То есть он по теням рисует шикарно. Его не надо точить. О, я его просто обожаю. И он такой мягкий. И в то же время он очень стойкий. Очень. Девочки, кто пробовал такой карандаш, подтвердите мои слова. То есть он не течет. То есть весь день вы с ним проходите просто на ура. Так. Берем тут же кисточку и прорабатываем, как с первым глазом, этот глаз тенями. Хорошо, прям втушевывая. Есть такая ошибочка, которую делают иногда девочки. Когда прорисовывают в ресничках тоненькую-тоненькую линию. Четкую. Такую яркую. И при этом очень тонкую. Эта линия уменьшает глаз. Мгновенно. То есть глаз вообще сходит на нет. Он становится малюсеньким. И его и резким, и пустым каким-то. То есть это такая вот ошибочка. К сожалению, многие делают. Потом как бы уже исправить тяжеловато. Смотрим, где довести тени. То есть может где-то лишнего растушевали. Хочется добавить куда-то? Добавляйте. Немножечко. Может быть хочется дальше вывести еще. То есть тут надо смотреть картинку так целиком. То есть мы отходим от зеркала подальше. Смотрим образ. Видим, какого у нас стали размера глазища. Просто огромное. Дорисовываем, если нужно. Если не нужно, то все уже. У нас остался последний этап. Это накрасить ресницы и губы. Все. Макияж шикарный. Готов. И я бы еще хайлайтер добавила. Я думаю, я его обязательно сюда добавлю. Потому что он еще придает такую холеность лицу. Такой изыск. Чистой кисточкой беру чуть-чуть теней более светлых в уголок. Прям вот чуть-чуть. Вот сюда в уголочек. Капельку, чтобы это соединить. Чтобы не было резких. Никогда не бросайте линии. Либо вы ее должны свести на нет, как градиент сделать. Либо вообще не надо рисовать. Потому что резкие линии, они, конечно, пугают в макияже. Даже вот такой вот яркий макияж, он может очень гармонично смотреться. Но опять же, в определенной обстановке. Если я просто так днем выйду с такими глазищами, я думаю, что некоторый народ просто испугается. А вечером, при вечернем освещении, это будет смотреться очень даже хорошо. Ну что, нравится? Мне да. Я беру тушь свою любимую The One. Мне она очень нравится. Мне еще нравится очень термостойкая наша тушь. Безумно прикольная. Но сейчас, как бы, хочется ресницы сделать более легкими, густыми и длинными. А это именно вот как раз этой тушью я сделаю быстрее. На самом деле, если не болтать, а просто красить, я такой макияж делаю 10 минут максимум. От начала до конца. 10, ну максимум прям 15. Если я в каком-то там состоянии, знаете, таком медитативном, расслабленная. То есть я, как говорится, не очень такая, как говорится, активная, что ли. Сейчас, секунду. Набираю тушь побольше. И прокрашиваю второй глаз. Первый пока сохнет. Потом делаю второй слой реснички. Можно делать несколько слоев, даже нужно. Лучше сначала проложить тонкий первый слой. Дать ему подсохнуть. Потом второй слой. Дать ему подсохнуть. И так 3-4 слоя до того эффекта, который вы хотите достигнуть. Так. Берем еще тушь набираем. То есть не ленитесь каждый раз, но только в кисточку не вот так вот входите. То есть в тумблер, где это, в основании туши. Футляр, футляр. А вот так, то есть такими вкручивающими движениями набираем. Туши там очень много. Некоторые говорят, туши быстро заканчиваются. Ничего подобного. Ее там очень много. Просто нужно правильно набирать. Если тушь подсыхает, можно ее разбавить капельками для глаз. Только не надо туда плевать. Не надо лить там, я не знаю, какие-то жидкости. Просто капельки для глаз, которые не щипят. Обычные противовоспалительные какие-нибудь. Разбавлять тушь. 3-5 капелек. И тушь будет такая жиденькая, классная. Опять ее станет больше. Потому что все равно она подсыхает на стеночках. Не то, что подсыхает, а она скоксовывается. Спрессовывается. Потому что мы постоянно кисточкой туда входим. Орудуем. Так. Смотрите уже как глазки заиграли. Ресницы, конечно, это класс. Единственное, что я хочу вам сказать, девчонки, не злоупотребляйте накладными ресницами. Во-первых, это не так уж и модно. Гораздо прикольнее, если делать ламинирование ресниц. Это такой щадящий вариант для ресничек. Наоборот, я бы сказала, ухаживающий. А нарощенные ресницы, они, конечно же, и выглядят как-то кукольно, так искусственно. Конечно, удобно. Я не спорю. Но не модно давно. И портят ресницы. Я делала наручные ресницы еще в конце мая. Представляете, у меня до сих пор никак мои не восстановятся. То есть мои любимые, которые я так питаю нашим гелем и так далее. А вот вам лайфхак маленький. Тушь. Ее, правда, сейчас сняли с производства. Но у меня осталось с прошлого года. Посмотрите, какой цвет. О, какой цвет. Я ей подкрашу нижние реснички. Они у меня не слишком яркие. Но как прикольно, когда свет падает на ресницы, как прикольно смотрится зеленый вот этот цвет. Во-первых, прикольно. Во-вторых, так нестандартно. Просто все так смотрят. О, зеленые ресницы. Да, зеленые ресницы. Представляете? Свои. Свои растут. Единственное, что мне вот эта кисточка совершенно не подходит. Вот из этой туши. Она сейчас Color Box называется. Потому что она для меня слишком большая, широкая. Вот пять в одном самое то. Она узенькая, юркая кисточка такая. Она не царапает слизистую. С этой же прям я аккуратно-аккуратно. Мы с ней прям на вы, на вы, на вы. Вот. Появились ресницы. Надо прям буквально три-четыре слоя класть, чтобы видно было. Ох, огонь. Прям огонь. Смотрите. Видно хорошо. Так, пересходим к губам. Потом можно будет еще один слой ресничек кинуть. Губы я сделаю сегодня. Вау, какие. Сейчас я вам покажу. Карандаш тоже The One возьму. Такой насыщенный цвет. Но я думаю, что под зеленое будет самое то. Такие спокойные губы. Хайлайтер, забыла. Подождите. Не расходитесь. Хайлайтер. Кстати, шикарная новинка. То, что в тюбике. То, что с розовым цветом. То, что его так много, надолго хватит. Так удобно с собой носить. Хайлайтер набираем пальчиками. Можно прям. И вбиваем. То есть мы его не втираем, мы его вбиваем. Делаем такой шик. Легкий, гламурный шик. Вот именно если вы его вобьете, то он будет вам служить верой и правдой. И немножечко на переносицу. И уводим. Если без челки ходите, высветлите вот этот вот свой треугольник, чтобы лоб выделить с красивым вот этим блеском. Так, губы. Ага. Мне безумно нравится, как губы выделяются с хайлайтером. То есть они становятся прям такие классные. Если вы давили много, классно. Не переживайте. Кидаем еще под бровь немножко. Над бровью можно бросить. И с этой стороны. Так. Супер. И остатки, ну, мы разбросаем вот сюда. Поднимаем ожерелье, чтобы у нас грудь сиял. Конечно, это же вечерний наряд. Это будет все мерцать. Если у вас декольте, обязательно ключицы, ключицы. Сделайте себе вот это яблочко. Ой, ну все, прям чувствую, будет сегодня вечер клевый. Вот. А теперь губы. Не экономьте карандаш. Да, он маленький. Его хватит, не знаю, на сколько. Даже не переживать. Не экономьте. Прокрасьте хорошо губы. Губы не только по контуру обводят. Их целиком надо прокрашивать. Хотя бы заштриховать. Все, губы готовы. А теперь берем помаду. Моя любимая Джордани. Такой насыщенный, такой крутой оттенок. И я прям чуть-чуть его. Это же не краша, а вот как будто бы раскидываю. Добавляю цвета губам. Старайтесь не выходить за контур. Ну вот. Красота. Скажите, прикольно. Чуть-чуть за контур вылетла. Ох, огонь. Вот и все. Вот и весь макияж. Что осталось? Сделать прическу. Поехали. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...